Итак, начнём. Боевики продолжают нарушать перемирие в зоне военных действий на Донбассе. За последние сутки там зафиксировали три обстрела наших позиций на Донецком и на Луганском направлениях. В результате один военный ранен, сейчас он в госпитале. Подробнее о ситуации в АТО расскажет наш корреспондент Игорь Левенок. Передовая в районе Красногоровки, местность вокруг окутал густой туман. Бойцы напрягают глаза, высматривают противника. Такая погода идеально подходит для диверсионно-разведывательных групп. Перемирие? О таком здесь не слышали. Вражеские снайперы стреляют каждый день. Над бруствером лучше не показываться. Солдаты говорят, кроме снайперских пуль сюда прилетают сюрпризы и потяжелее. Окупанты открывают хаотичный огонь в сторону наших позиций. Зачастую из минометов. На военном лексиконе это называется кошмарят. Вчера до нас прилетел такий снаряд, что все бліндажи, которые в округе затрусились, аж посыпалась земля в бліндажах. Это не явно не 80-та мина, а как минимум 120-та, что-то крупнейшее. Обстрелы с боку ворога продолжают. В основном это обстрелы со стрелецкой оружием. Активно очень работают на пера. Кулеметы разных типов и разных калибров. Бывают такие хаотичные обстрелы, что просто... Ну, ребята считают недостаточно их подавать в штаб. Поэтому кильки с обстрелами значительно меньше. Ответный огонь на подобные обстрелы военным открывать нельзя. Поэтому армейцы укрепляются и держат ухо востро. Когда объявляют перемирие, мы больше бронежилетом на себя одеваем. Потому что это перемирие опасно. Накануне в этих окрестностях был ранен один наш боец. Вражеская пуля попала ему в ногу. Сейчас солдат в госпитале, рано заживает. Обещают скоро вернуться в строй. Военные говорят, боевого настроения они не теряют. Им нужен мир, а не перемирие. Будет приказ, будут и те хлопцы. Вот это я вам скажу.